Друзья, я приветствую вас. Меня зовут Павел Георгиев, и вы на канале Георгиев Тревел. И в этом видео я расскажу о памятке туристов на Хайнань. Что важно нужно знать, отправляясь на остров Хайнань. Итак, поехали по порядку. Самое главное, о чем я хочу вас предупредить, самый важный пункт. Отправляясь на остров Хайнань, помните, что на острове Хайнань все социальные сети, привычные в России, они заблокированы. Такие как Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp и так далее. Все они не работают. Работают гарантированно только ВКонтакте. Поэтому обязательно скачивайте приложение, которое позволяет работать этим всем предложением на острове Хайнань. И в том числе по Китаю. Это программы VPN сервисов, это VPN Master, это SuperVPN и так далее. Зайдя в любой ваш App Store или Google Market, вы спокойно их можете найти. Как она работает? Вы запускаете эту программу, скачиваете обязательно ее в России, приезжаете на Хайнань, включаете эту программу, она запускается. И после нее вы уже запускаете свое приложение, будь то Instagram или WhatsApp. Соответственно, все эти приложения, они будут работать. Естественно, она будет, наверное, немного притормажет, но тем не менее, будет работать вполне достойно. Если вам нужно все-таки поддерживать связь со своими родными и близкими, чтобы связь у вас была стабильная и четкая, я рекомендую скачать китайское приложение WeChat. Здесь я сейчас подпишу, как оно называется. Оно также доступно в любом магазине, там, Apple Store или доступно в Google Play. Это все абсолютно бесплатно. Вы скачиваете оно на русском языке. Это такой же мессенджер, как WhatsApp, наш Telegram или другой, только он является китайским производителем. Поэтому он гораздо лучше работает на территории Китая. Соответственно, нам очень качественные звонки. Также отправлять голосовые можно, сообщения, фотографии, все остальное. Просто это будет работать без всяких дополнительных программ и с высокой скоростью, с высоким качеством. Если вы планируете делать видеозвонки своим родственникам, пожалуйста, установите это приложение. И пусть это приложение также установит ваши родственники на свой телефон, чтобы вы были всегда на связи. Вот это самый такой основной момент, который я бы хотел сказать. Итак, идем дальше. Второй вопрос, который волнует многих туристов, это где менять валюту. Отвечу на этот вопрос. Я сам менял валюту раньше. Доллары, доллары привозил, менял на юани и евро с собой брал. Сейчас я сделал вывод такой, что самое выгодное это покупать из рублей сразу юани. Вы их меняете здесь в России и, соответственно, с ними уже прилетаете. Здесь подскажу такой лайфхак. Очень часто я вылетал из различных городов на Хайнань. И скажу, что, как правило, в тех городах, где большой поток китайских туристов, Москва, Новосибирск и другие транзитные города, где приезжают к нам китайцы, в обменниках, в аэропортах, самый выгодный плюс. Потому что китайцы прилетают, меняют юани на рублей, а, соответственно, продавать их особо там некому. Поэтому курс в обменниках, в аэропортах, как правило, лучше, чем вы будете обменивать в банке. Вот такой лайфхак я вам хотел сказать. Но единственное, помните, что не всегда может быть то количество юаней, которое вам нужно. А по приезду в аэропорт у вас уже альтернативы другой не будет. Покупая доллары, допустим, в аэропорту, уже достаточно будет дорого это, нежели чем покупать их в банке. Поэтому лучше заранее созвонитесь с обменными пунктами, зарезервируйте под себя необходимую сумму валюты и тогда смело отправляйтесь в аэропорт. Ну или сделайте заранее, просто приехав в аэропорт, купить валюту и уехав обратно. Что касается там в стране, где менять валюту. Вы можете поменять там валюту доллары, юаней. Ну, как я говорил, курс, наверное, не самый лучший. Евро будет еще хуже по курсу. Также вы можете поменять рубли, но только у гидов с туроператором, который вы полетите. Курс, естественно, тоже будет, наверное, не самый лучший. Здесь что могу еще подсказать? В любом банкомате китайском вы можете смело снять с визы или с мастер-карты деньги. Здесь курс тоже будет достаточно хороший. Примерно такой же, как и вы будете в обменнике покупать юани. Но имейте в виду, у каждого банка свой тариф. И здесь, конечно, я заранее не могу сказать, по какому тарифу будет съем денег у вас и какая будет конвертация. От себя лишь скажу, в недавние поездки я снимал деньги с обычной картой Тинькофф Банка. И так как у них заявлено, что они в любом банкомате разрешают снимать деньги без комиссий, комиссии никакой дополнительной не было и курс был очень хороший. Это не пропаганда, не реклама. Тинькофф мне не платит. Я вам просто даю как совет и рекомендацию. Возможно, у вас есть эта карта и будет с нее проще и выгоднее снять. Ну вот, вкратце про валюту я вам сказал. Теперь по взаиморасчетам. Все взаиморасчеты на Хайнане производятся только в юане. Никаких долларов, евро или другой валюты на улице или в магазине, естественно, вас никто не примет. Это запрещено законом. Поэтому имейте это в виду. Что касается расчетов картами в тех или иных местах. Карты везде смогут принять в тех местах, где все ориентировано на туриста. То есть, допустим, это в отеле, в ресторане при отеле и каких-то других местах. Допустим, гиды у вас могут принять карточкой, допустим, расчет за экскурсию. Но если вы приедете в обычный супермаркет на Хайнане и попытаетесь с ней рассчитаться, скорее всего, у вас это не получится, потому что там принимается только местная платежная система UnionPay. Поэтому имейте это в виду. Также они используют свои Alipay, всевозможные типа Apple Pay, системы платежные. У них все в основном признали. Имейте это в виду, лучше с собой брать какую-то часть наличных средств. Вот, что я хотел сказать о валюте. Думаю подробно, ясно. Если есть какие-то еще вопросы, обязательно напишите их в комментариях, задавайте мне. Идем дальше. Сразу расскажу о том, как вас встретят. Это, наверное, тоже один из популярных вопросов. То есть, как это все будет происходить. Смотрите. Вы в любом городе вылета приезжаете самостоятельно в аэропорт. Ну, естественно, проходите регистрацию, задаете багаж, вылетаете на остров Хайнань. По прилету на Хайнань, а изначально из самолета выходя, вы проходите, проходите в первую очередь таможенных таможенников. То есть, они, соответственно, кто включен в групповой список, они вас отмечают, и вы дальше проходите. Кто не включен в групповой список, делают визу по прилету. И, соответственно, после того, как пройдет таможенный контроль, вы проходите получать багаж. И вот после уже багажа у вас встретится табличка того туроператора, с кем вы прилетели. Рустур, Жемчужный река, Тест, Тур или Анекс. И, соответственно, там вы подадите им номер ваучера или скажете свой номер ваучера. Они посмотрят, в каком автобус вас проводить. Вы выходите из аэропорта и сразу будут стоять автобусы с номерами, которые вам сказал гид. Вы проходите в тот автобус, и этот автобус вас уже непосредственно отвезет в отель. Когда вы будете приезжать в отель, не волнуйтесь, что там китайцы, вы что-то не поймете. Гид всегда вас проводит непосредственно до ресепшн, отдаст ваши паспорта, вам выдадут ключи от номера, скажут, какой номер. И вы все смело можете отправляться, располагаться в номер. Отмечу здесь, паспорта всегда возвращают на следующий день. Почему? Потому что все документы, ваши данные передаются в таможенную службу пограничникам. Поэтому в течение суток они находятся на ресепшне. Утром спокойно вы можете прийти, забрать как бы и положить в сейф, номер или носить с собой. Здесь как удобно. Один из частых вопросов, вот если я смотрю туристов, это какая разница со временем на Хайнане. Смотрите, если мы сейчас берем Москву, то с Москвой будет плюс 5 часов. Если мы берем сейчас Сибирь, то это будет плюс 1 час. Новосибирск, Красноярск, сибирские другие города, Новокузнецк, это будет плюс 1 час к этому времени. Соответственно, если мы рассматриваем Дальний Восток, Хабаровск, Владивосток, то это будет минус 2 часа. Вот такая будет разница во времени. По поводу сколько летит самолет, надо смотреть у каждого туроператора в отдельности. Ну, скажем так, в среднем из сибирских городов это 6-6-15 самолет летит. Из европейской части около 10 часов продолжается полет. По поводу документов тоже часто туристы задают вопросы, какие взять с собой документы, когда вы отправляетесь на остров Хайнань. Естественно, не забудьте взять загранпаспорта, это самый важный документ, по которому вы будете лететь. Российские паспорта здесь не нужны, потому что вы летаете за границу, вам нужны только заграничные паспорта. Следующий документ, который нужно у вас взять, это документы о туристической путевке. У вас должен быть ваучер, там будет 3 бланка. Первый бланк на трансфер в отель, второй бланк на отель и еще один бланк, он будет на обратный трансфер в аэропорт. Это еще один документ, плюс обязательно имейте с собой страховку медицинскую, чтобы она у вас была в свободном доступе. И, соответственно, у вас также будут авиабилеты. Вот, наверное, это полный пакет документов, которые вам необходимы. Имейте в виду, вы можете эти документы распечатать, чтобы они у вас были все под рукой, но, в принципе, это не обязательно. Они являются все электронными, если у вас будут на каком-то устройстве, они сохранены в обычном доступе и в оффлайне, то этого будет достаточно для того, чтобы показать гидам на месте и самим иметь под рукой эти документы. Ну и, как обычно, все рекомендуют иметь с собой фотографии своих заграничных паспортов на всякий случай. А свои основные заграничные паспорта лучше оставляйте в сейфе, в номере. Они, в принципе, ни для чего не нужны для того, чтобы их вы с собой носили. Они для этого, ну, незачем их носить. Соответственно, что касается еды, многие здесь, это тоже популярный вопрос, что касается еды, что есть на Хайнане, где питаться и так далее. О предыдущем видео я вам рассказал, можете сейчас вернуться к нему и посмотреть, кто его не видел. Здесь вкратце отмечу три варианта. Это питаться в супермаркете, это питаться на фудкортах, кафе и в отелях на ужинах. Это все достаточно интересно, выгодно. Еда есть любая, то есть не только китайское меню, как некоторые думают, есть и европейское. То есть с едой на Хайнане проблемы никакой нет. Отмечу, что здесь она вся качественная, потому что все готовят как для местных, потому что основной поток на Хайнане это китайцы все-таки. Здесь нет такого, например, как в Вьетнаме, что турист белый это просто кошелек. И, соответственно, готовить можно как попало, отравится он или нет, как бы все равно. Здесь все достаточно качественно, хорошее питание. Даже в самой простой китайской забегаловке столовой, где вы можете там покушать за 10 юаней, будет все качественно, разогрето, все чисто и уютно. Вот следующий вопрос, который я бы хотел отметить. Может ли измениться время вылета и как узнать об этом? Да, смотрите, дорогие туристы и друзья, время вылета, возможно, может измениться, но в основном это происходит и связано с метеоусловиями какими-то. Когда самолет где-то задержался, поэтому он может иметь какие-то задержки по времени. Вообще же в Китае не разрешено иметь статус чартера. Все рейсы, которые выполняются на Хайнане, они имеют статус регулярного рейса, поэтому они выполняются четко по расписанию. И чтобы были задержки у самолетов, я скажу, это очень крайне редкая история. Она встречается, наверное, несколько раз в год, но, как я говорил, опять в основном по метео каким-то условиям. Как правило, всегда расписание четкое, стабильное, и в это время они не вылетают. Соответственно, у каждого города есть свое онлайн-табло, на которое вы можете забить номер рейса, который у вас будет указан в электронных билетах, которые вам выдадут, и проверить, когда все-таки вылетает ваш рейс. Если вы не знаете, как это сделать, я своим туристам всегда обязательно говорю о всех изменениях, которые, возможно, могут произойти, и, соответственно, вы будете все в курсе. Следующий вопрос, который, наверное, основной задают туристы. Есть ли онлайн-регистрация на рейс? Смотрите, здесь все зависит от туристического оператора, которым вы летите. То есть, например, у компании Русь Тур летают авиакомпании Нордстар и Ютейр. У них у всех есть онлайн-регистрация, соответственно, вы можете спокойно зарегистрироваться на рейс. Это история дополнительно платная, у всех выбор места платный, стоит обычно места 300 рублей, комфорт места 1500 рублей. Соответственно, у вас будет номер электронного билета, и по этому номеру вы сможете зарегистрироваться. У этого туроператора сами номера электронных билетов загружаются только за сутки, поэтому за сутки я могу вам отправить ваш номер электронного билета, по которому, перейдя на сайт, я обычно ссылку скидываю, можете провести онлайн-регистрацию на рейс. У других операторов, таких «Жемчужная река» летает авиакомпания Лроса, там также доступна электронная регистрация. У других туроператоров, как Тест Тур, Анекс Тур, у них на своих самолетах, там, iFly или Royal Fly, не всегда есть электронная регистрация, поэтому лучше, наверное, приезжать заранее и попросить какие-то более комфортные места. Но она, в принципе, у них также присутствует, есть, просто не всегда бывает доступна. Поэтому регистрация в большей степени она есть. По поводу авиакомпании Nordstar, которая летает из сибирских городов Рульс Тура, хочу отметить по поводу класса комфорта повышения. Это, в принципе, в среднем стоит в районе полторы тысячи рублей. И хотел отметить такой момент. Места комфорт-класса – это пятый ряд в самолете, это самый первый после бизнес-класса. Если вы хотите его брать, имейте в виду, что боковые подлокотники, они не откидываются, там в них находится столик. Поэтому, если вы хотите комфортные места с семьей, допустим, и как-то вместе там удобно расположиться, имейте в виду, что это будет на пятом ряду невозможно. Что касается следующих рядов, 14-15, которые находятся возле аварийных выходов, естественно, там детей не размещают, и у одного из рядов не откидываются спинки сиденьев назад. Но зато увеличенное расстояние для ног. Поэтому подумайте, посмотрите, нужно ли вам это комфортное место в дополнительные деньги или нет. Потому что, в принципе, это обычные самолеты регулярных рейсов Nordstar. И там, соответственно, у Alrosa то же самое касается. Там стандартные места, поэтому всем достаточно комфортно будет разместиться. Ну и, соответственно, также в некоторых самолетах, особенно в Nordstar и других авиакомпаниях, есть присутствие бизнес-класса. Его можно купить заранее. Средняя цена его составляет 200 долларов на человека. Ну, об этом всем можно дополнительно меня запросить. Я скажу, можно бизнес-класс сразу купить в туре, можно дополнительно забронировать и повысить класс в тот момент, когда вам удобно. По поводу полета, вот, и будут ли нас кормить на самолете, тоже отвечаю. В зависимости от времени полета, то есть, как правило, даже при 6-часовом полете, через час после взлета будет предложен чай, напитки какие-то. Соответственно, будет предложен далее ужин там или обед, в зависимости от времени вылета. И будет второй легкий ужин или обед, который будет предложен вам в более легкой форме. Поэтому 2 раза, как минимум, вас будут кормить в самолете. Следующий вопрос, который туристы задают, вообще по визе на Хайнань. Смотрите, для всех, кто летит туристическим оператором, летит чартером, а не отдельно, есть групповой список. Что это значит? Вы включаетесь в групповой список, это бесплатная услуга. Для этого необходимо просто сейчас предоставлять вам при покупке тура копии цветных заграничных паспортов, не фотографии, а именно копии. Это вот достаточно для того, чтобы отправить данные на таможню. И вы, соответственно, включаетесь в групповой список. Все, это бесплатно, вам больше ни о чем думать не надо. Что касается других способов. Вы можете сделать визу по прилету, не включая себя в групповой список. Она составит 65 долларов по прилету. И, соответственно, вы можете сделать заранее китайскую визу, оформив ее также через меня или обратиться напрямую в консульство. В чем разница между групповым списком и визой? Разница вот самая главная. Вы не имеете права переселяться и уезжать с острова. То есть, если вы прилетели в отель по групповому списку, вы живете в этом отеле. Если вы решите переехать самостоятельно в другой отель, вас как минимум не заселят, потому что вы прилетели по групповому списку. А у них данные на таможню, как вы помните, все поданы. И они знают, как вы прилетели. Соответственно, и в противном случае вас могут направить на таможню в аэропорт, для того, чтобы вы сделали на таможне визу по прилету за дополнительные деньги. И только после этого вы сможете заселиться в отель. Сразу скажу, рисковать-то с этим не стоит. Если вы планируете переселяться в другой отель или вообще уезжать с острова на материк, лучше сделайте заранее визу спокойно, чтобы вы уже ни за что не переживали. Потому что виза по прилету выдается на усмотрение таможенников. Если у вас, допустим, будет какой-то большой срок отдыха, например, 14 или 21 день, может получиться так, что они вам могут выдать ее на 10 дней, да, и потом еще раз придется ехать и продлять ее, опять же, за дополнительную плату. И выйдет как бы виза золотая у вас. Поэтому, ну, опять же, по всем вопросам можете задавать мне. Я на все вопросы отвечу. Вот еще самый распространенный вопрос. Если мы прилетаем ночью, когда нас заселят в отель? Смотрите, по всем турам, кто летает на Хайнань, нет такого понимания, что вас заселяют в 12 часов. Вы заселяетесь в отель сразу же, моментально, как вы приехали. То есть здесь, получается, все сделано для вашего удобства, и здесь можете не беспокоиться. Если прилетели ночью, значит, заселитесь ночью. Прилетели вечером, вы заселитесь вечером. То есть здесь нет никакого времени ожидания. То есть вас сразу заселят. Здесь не переживайте. Вот многие задают вопрос. Как общаться, если я не знаю китайский язык? Ну, скажу здесь пару слов самых простых. Здравствуйте, это китайский, это Ни Хао. Спасибо, это Сеси. Я сейчас здесь их напишу, чтобы вы их запомнили. Все остальное, наверное, самый распространенный язык, это язык жестов. Объясните. Какие-то цены вы можете показать на телефоне, на калькуляторе, если вы где-то торгуетесь. Если у вас какие-то такие есть вопросы, постарайтесь объясниться так. Потому что, скажу честно, китайцы понимают только на китайском. Ваши английские, к сожалению, не поможут, даже если вы узнаете хорошо. Они тоже его не знают абсолютно. Ну и где-то, может быть, кто-то уже знает какие-то основные русские слова. Ну, в общем и целом, как я говорил, основные какие-то моменты можно показывать. Там один, два, три. Они и так понимают. Спасибо, здравствуйте и все остальное. Это, как бы, достаточно несложно. Так, какой у нас еще вопрос был, дорогие друзья? Вот сколько денег брать с собой на Хайнань? Я, в принципе, ответил, наверное, в тех видео, это по поводу питания, да? Сколько брать денег на Хайнань? Но в целом скажу, наверное, рекомендованная сумма, это 2-3 тысячи рублей на человека на один день. Потому что все равно вы где-то захотите поесть, где-то купить сувениров, где-то, допустим, поехать на какую-то экскурсию. Это, наверное, комфортная сумма для того, чтобы прорваться на Хайнань и, наверное, не сильно себе в чем-то отказывать. Ну, а, соответственно, если можете себе позволить какую-то большую сумму, потратить всегда, как говорится, есть ее где. Ну, говорю, план минимум на неделю на человека я бы меньше, чем 100 долларов бы, наверное, не брал, потому что будет не очень комфортно. Но 100-100 долларами на неделю вполне, вы с голоду точно не останетесь, вполне можно спокойно прожить. И какие-то экскурсии, ну, просто самостоятельно выбрать какие-то пешие или на автобусе, где не требуется вход платный. Ну, об экскурсиях я расскажу в отдельном видео, это тоже достаточно большая тема. Вот что еще волнует наших туристов. Есть ли депозит в отеле и какой он? Все отели, как и везде, стандартно берут 100 долларов за номер. Есть некоторые исключения, такие отели, как Аризон, они берут 200 долларов в бухте и в Умвей. Все остальные берут 100 долларов или также можно оставить в юанях за номер, не за человека, за один номер. Крайне не рекомендую оставлять депозиты с карты, потому что по выезду из отеля вам вернут депозит, но он может вам не вернуться. Это я уже на практике проверял, был когда в Гуанчжоу, деньги мне так и не вернулись с карты. Поэтому не рискуйте, лучше оставляйте наличные, их всегда можно забрать и потом еще на что-то потратить. Вот с распространенный вопрос, как осуществлять навигацию по Хайнане. Есть ли какой-то путеводитель и вообще как ориентироваться, если не работают особенно сервисы Яндекса, Гугла, карты и так далее. Есть офлайн приложение, скачайте его спокойно. Мэп СМИ, я сейчас здесь укажу его название, Мэп СМИ. Там загрузите карту острова Хайнань, там все на русском, все понятно, отмечены все места, можно построить маршруты, работать на оффлайне, как я говорю, достаточно, чтобы у вас была включена геолокация. И в общем все, то есть спокойно можете передвигаться, ориентироваться по острову и по бухтам. Ну по поводу магазинов, спрашивают рынков, где что покупать и так далее. Смотрите, здесь достаточно большая концентрация всевозможных магазинов, торговых центров, где-то даже на улице идется торговля. В принципе, можете покупать везде, все достаточно безопасно. И цены, ну здесь сами по ценам смотрите. Торговаться приветствуются, проблемы в этом нет. Единственный момент, который хотел отметить, что единица веса в Китае, 1 дзинь, это не 1 килограмм, а полкилограмма. И если вы видите где-то цены, указанные за фрукты, например, или другие какие-то товары, цены указаны за полкилограмма, имейте это в виду. По поводу остроты еды. Если вы будете что-то заказывать у официанта, какое-то блюдо, если вам будут говорить бу-ла, значит блюдо не острое. А если скажут ла, то острое. Запомните, бу-ла не острое, а ла-бу-ла острое. И вот еще момент. Если вы будете во всех ресторанах или кафе и так далее, в Китае не принято оставлять чаевые. Это считается плохим тоном, поэтому не надо никому, даже если вам очень все понравилось, оставлять чаевые. Лучше просто поблагодарить и все, как бы, китайцев. Чаевых оставлять не нужно. Это не принято в Китае. Вот спрашивали по поводу электроники. Электронику на Хайна не стоит покупать или нет. Скажу так, очень много магазинов китайской электроники, там телефоны Опа, Хуавей и так далее. Можете посмотреть там, но цены, я скажу, такие же, как в России. Если рассматривать технику Apple, то цены тоже такие же, как в России. Если вам просто хочется купить там, ну да, пожалуйста. Вся остальная техника, другого китайского производителя, ее там тоже полно продаются. Смотрите сами. Конечно, она где-то может быть не сильно качественной или какими-то урезанными возможностями. Смотрите сами. Я бы не сказал, что Хайнань то место, где стоит ехать за электроникой. Наверное, такие вещи есть смысл ехать в материковую Китай, например, в Гуанчжоу. По поводу звонков в Россию я застал вам в самом начале видео, то, что все заблокировано и лучше скачать VPN программы, либо использовать WeChat. По поводу дорожного движения хочу отметить. Дорожное движение в Китае, так же, как и в любой Азии, оно, естественно, хаотичное. Поэтому переходить дорогу аккуратно, но идите, да. То есть стоять и ждать, когда вас пропустят, может стоять очень долго. Поэтому просто начинайте двигаться и вас пропустят. Это, естественно, перед большим транспортом не рекомендую это делать, потому что он не успеет затормозить. Но если видите, транспорт двигается не сильно быстро, то просто смело двигайтесь, смотрите на него, и они пропускают. Это, как бы, ну, наверное, кто был в Азии, понимает, оно есть так везде. Если вам вас будет напрягать переходить к этой дороге, например, как в Дудунхае есть отель, расположенный за большой дорогой, да, там она восьмиполосная, то я рекомендую покупать просто отель на стороне моря и, соответственно, чтобы уже не переходить через эту большую дорогу. По поводу проката автомобилей, мотоциклов, все остального. Имейте в виду, что на Хайнане мы не вошли в ту конвенцию, где действуют международные права. Ни одни права российские, никакие международные, в том числе, не действуют на острове Хайнань. Для того, чтобы ездить на их транспорте, необходимо получать китайские права. Исключением составляют, естественно, это велосипед и электробайки. Соответственно, это вы можете брать, как бы, без прав и спокойно кататься по острову. Здесь хочу сразу отметить, если вы планируете активный отдых, у меня есть отдельное видео на тему медицинского страхования, дополнительно лучше сделать для себя медицинскую страховку на случай активного отдыха, потому что стандартная страховка не включает в себя покрытие медицинское при возникновении страхового случая на активном отдыхе, будь это велосипед, байк, серфинг, кайтинг и все остальные активные виды спорта. Имейте это в виду, чтобы потом не было неприятных недоразумений, потому что вам придется все оплачивать за свой счет, как бы, со своих денег. По поводу здоровья, гигиены и, наверное, вот воды бы я хотел сказать. Остров Хайнань имеет вулканическое происхождение, соответственно, здесь практически везде бегут термальные воды, и вода на Хайнань очень чистая, и вообще курорт это занимает второе место в мире, поэтому можно не переживать за качество воды. Вода качественная даже в кране. Вы можете смело пить даже из-под крана, но, естественно, так как мы из России, я рекомендую ее хотя бы вскипятить, чайники в номерах, как правило, всегда есть, но она не такая, как во Вьетнаме или Таиланде, где даже написано, не рекомендуется зубы чистить. Вполне нормальная, хорошая вода, можно смело очистить зубы, можно смело даже ее пить, как бы никаких проблем, ничего с вами не случится, поэтому, собственно, своей семьей выбираем Хайнань за эту безопасность, чистоту, потому что дети наши и в ванне, и в душе бывают, и запретить им пить воду, это просто невозможно. Поэтому здесь все это безопасно и хорошо. Ну, соответственно, следите за своим, своей геной. Как правило, все-таки это азиатская страна, все равно везде есть, как бы мойте руки, как бы, естественно, мойте овощи, фрукты, все это. Следите за своим балансом водным, выпивайте не менее 2 литров в день воды, потому что на жаре вы будете здесь быстро обезвоживаться, хоть вам будет казаться, что вы пить не хотите, но вы первым признаком можете почувствовать какую-то вялость и усталость, значит, у вас не хватает воды. Поэтому имейте сюда с собой запас воды, она, в принципе, и в магазинах продается, и стоит достаточно недорого. По поводу медицинских центров я рассказал в отдельном видео, можете посмотреть, я ссылку укажу в описании по поводу медицины, медицинских центров, там я все подробно рассказал. Вкратце отмечу, что есть традиционные медицины, и есть настоящие лицензированные центры, именно китайская традиционная медицина, это Тай Цзи, источник здоровья, сайт долголетия, Феникс, лучше обращаться к ним. Ну, посмотрите отдельное мое видео, там все про это рассказано, кому это интересно. По медицинской страховке, как говорил, тоже отдельно сделал видео, там все подробно рассказал. По поводу сейфа в номерах, вот вопрос еще такой. Сейф есть, как правило, в номерах, если его нету, то он есть на ресепшне. Сейфы практически во всех отелях бесплатные. И по поводу, наверное, преступности скажу вкратце, то есть насколько безопасно ходить на Хайнане. Это очень безопасная страна, в ней коэффициент криминала очень-очень, там 0,01, очень низкий. Все какие-то криминальные случаи максимально распространенные, это форточники острые, все безопасно, вы можете ходить ночью, никаких проблем, ничего с вами случится. Я сам ходил, поверьте, никаких там скандальных историй я нигде даже не встретил. Курсирует полиция постоянно везде, она причем здесь военная, потому что это остров военный. Так что за это можете не переживать, гулять хоть до утра всю ночь, никакой проблемы с этим нет. Так, что еще у нас спрашивают наши подписчики? Вот спрашивают, что привезти с Хайнане особенного, что есть там такого? Ну, знаете, здесь, наверное, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Здесь много есть всевозможных интересных вещей. Рекомендую, наверное, всякие китайские сувениры. Это какие-то, возможно, магнитики, как всегда, кого-то интересуют. Какие-то еще вещи. Ну, наверное, на Китай обратил бы я самое главное внимание на китайский чай. Да, это как бы, ну, наверное, основная фишка вообще всего Китая. Его можно купить в каких-то специализированных магазинах, так как, в принципе, его продают в торговых центрах. И на выходе в торговом центре их там есть много всяких лавок чайных. А поэтому смотрите, выбирайте. Моя, наверное, там, топ чая, который я бы порекомендовал купить, это такие, как Духун Пау, Пуэр и Тигуани. А ну, на самом деле, их достаточно много. Там есть уникальные чаи на Хайнане, которые только там произрастают, там, в виде цветов, которые раскрываются при заваривании и так далее. Достаточно много интересного вы можете найти для себя. Есть шелковое белье, кто очень любит такие интересные вещи. Но скажу так, что здесь и на Хайнане они стоят почти там в 3 раза дороже, нежели чем на материке. Поэтому смотрите, есть ли смысл в этой покупке или нет. Это как бы на ваше усмотрение. А вот мне еще вопрос задавали. Есть ли на острове Хайнань акулы, какие-то живность, которая может быть опасна? Смотрите, на острове Хайнань акул вообще никаких нет. То есть живности опасной нет. То есть единственный случай был в 80-х годах, когда одного рыбыка напала акула. Но это было в 2 километрах от самой земли. То есть это было достаточно далеко в море. И все, после этого не было никаких случаев зарегистрированных. Поэтому на эту тему можете не переживать. Никакой опасной живности в море здесь нет. Да, соответственно, и спрашивают у меня, а как же насчет змеи, скорпионов, все остальное. Все территории отелей обрабатываются. Соответственно, от всех этих насекомых, змеи и все остальное. Поэтому здесь тоже можете не переживать. Даже на больших зеленых территориях вы это не встретите. Но тем не менее, если вы куда-то уехали, да, находитесь на какой-то природном парке и на какой-то экскурсии находятся, там, конечно, надо быть чуть более внимательны. А если мы говорим о скорпионах, конечно, если вы где-то разулись и оставили надолго, проверяйте меня, да. Соответственно, не открывайте, не оставляйте какие-то свои открытые сумки. Ну, если вы в каких-то парках, там, заповедниках будете находиться. А в городской черте, где вы живете в отеле, за это можете даже не переживать. Медузы иногда бывают, их иногда приносят течением, но опасных таковых их нету. Поэтому и бывают они крайне редко там. Ну, наверное, вот в целом все. Если какие-то вопросы я не ответил, обязательно задайте мне комментарии, я их сниму еще дополнительное видео. Вот это была памятка туристов по Хайнаню. Если вы хотите все то же самое прочитать, я оставлю ссылку на памятку по Хайнаню на сайте. Там можно все также подробно прочитать и изучить. Был рад вам ответить на все ваши вопросы. Пожалуйста, обращайтесь по всем интересующим вопросам. Также всегда помогу подобрать тур в интересный и правильный отель для вас, чтобы ваши ожидания от отдыха совпадали с реальностью. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте, оставляйте лайки. Всегда буду рад помочь. Ссылки на WhatsApp будут в комментарии, на сайт также. Всех был рад видеть. Меня зовут Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok